Всем привет дорогие подписчики и гости канала. Пока все мы ждем обновления для HTC One до Android 4.4.2, я решил сделать короткое, но очень полезное видео для всех владельцев лучшего смартфона 2013 года HTC One. Сегодня я расскажу об очень полезной функции смартфона, которая называется USB on the go. Что же это такое? OTG это функция, позволяющая легко и просто присоединять любые периферийные USB устройства, ну такие как флешки, мышки, клавиатуры, напрямую, без подключения к компьютеру. Как вы знаете, в HTC One отсутствует расширение карт памяти, однако с помощью USB OTG можно подключить обычную USB флешку и пользоваться ей как накопителем. Для этого нужен специальный кабель. Однако многие думают, что купив вот такой вот USB OTG кабель, который кстати стоит всего 200 рублей, они гарантированно смогут подключать все что угодно на любом девайсе. Это не так. Я хочу особо выделить, что OTG это функция устройства, а не кабеля. Поэтому не ко всем смартфонам и планшетам можно подключить ту же флешку. Итак, что же можно подключить к HTC One через USB on the go кабель? Ну, первое, что приходит в голову, это подключить обычную флешку. Давайте попробуем. Подключаем кабель. Как вы видите, сразу появилась надпись, что телефон находится в режиме «Невозможно зарядить телефон». Теперь берем обычную USB флешку, подключаем ее. Видите, загорелся зеленый огонек. Первое, что мы подключили, обычную USB флешку. Давайте посмотрим. Настройки. Память. Вот как вы видите, USB накопитель подключен. 4 гигабайта. Давайте посмотрим непосредственно, что там внутри. Так, вот USB. Заходим. Вот как вы видите, все каталоги, все файлы. Давайте зайдем в какую-нибудь папку. Android. Ну, например, 2014. Там находятся файлики. Я могу их перемещать, удалять, копировать. Все что угодно, как на компьютере. Так, давайте теперь отключим флешку и попробуем что-нибудь другое. Флешка здесь отключается так же, как на компьютере. Отключить USB накопитель. Все, можно отключить. Подергиваем. Что же еще можно подключить? По USB on-the-go кабелю. Ну, давайте попробуем подключить мышь. У меня есть такая старинная мышка. Я не знаю, где ее вообще нашел в закромах. Проводная USB. Включаем. Ну, я думаю, вы уже видите, что появился указатель мыши. Давайте подведем. Перс. Вот, мы можем спокойно работать мышкой. Как вы видите. Итак, проводная мышка подключается. Теперь давайте попробуем усложнить задачу. Подключим через USB on-the-go кабель беспроводную мышь. Вот у меня есть такая вот беспроводная мышь Logitech. Так, где-то от нее был свисток. Сейчас я найду. Ну, что ж, подключаем, попробуем. Работает беспроводная мышь или нет. Подключаем кабелю. Вот, смотрите. Так. И, как вы видите, все появилось. Все работает. Подвинем немножко, так, чтобы было видно. У нас подключена беспроводная мышь. Проводная мышь. Так. Убедились, что и проводная, и беспроводная мышка работают. Но давайте попробуем подключить еще что-нибудь. Отключаю беспроводную мышь. Видите, погасла надпись. Но USB кабель остался. Вот у меня есть вот такая клавиатура для блондинок. Давайте я вам ее покажу. Очень прикольная. Посмотрите, какие здесь кнопочки. Самая большая кнопка. С этой кнопки нужно начинать писать мое имя. Самые длинные клавиши. Такая, крестик, тире, еще тире. Клавиатура для блондинок. Вот такая вот клавиатура. Самое главное, что эта клавиатура обладает USB-разъемом. Ну что ж, давайте подключим, посмотрим, что у нас получится. Подключаем. Как вы видите, выберите раскладку клавиатуры. USB-кейпборд. Настроить раскладку клавиатуры. Давайте пока оставим все по умолчанию. Теперь смотрим, как работает клавиатура. Давайте включим Wi-Fi. Ну и зайдем, например, в браузер. Самое простое. Так, наберем какой-нибудь адрес. Поехали. Вот, все работает. For pda.ru Поиском нашел сайт for pda.ru Так, давайте попробуем создать какой-нибудь документ. Word-овский. Так, документ. Попробуем что-нибудь написать. Пишем. Пишем по-русски на клавиатуре. С помощью клавиатуры можно набирать любой текст. Хочу рассказать еще один интересный момент. У меня в настоящий момент отсутствует USB-хаб. Но, если бы у меня был USB-хаб, даже самый простой, самый дешевый, я бы мог включить одновременно и мышку, и клавиатуру. И работать практически как на компьютере, с клавиатурой и мышкой. Выходим. Отключаю клавиатуру. Убираем. Итак, что же еще можно подключить? По USB-он-the-go кабелю. Вот у меня есть такой картридер для цифровых фотоаппаратов. Давайте попробуем, интересно, работает или нет. Подключаем аккуратненько. Так. Тут загорелся синий огонек. Подготовка USB-накопителя. USB-накопитель готов. Интересно. Давайте посмотрим сначала в памяти. Да, определился. 16 гигабайт. Давайте посмотрим в USB. Вот он определился. Могу на него зайти, посмотреть различную структуру папок. Давайте посмотрим непосредственно фотографии с картридера. Например, вот этот в нем. Посмотреть. Золотые ворота в город Владимир. Вот таким образом я могу смотреть фотоснимки, сделанные на фотоаппарате сразу же. Без всякого компьютера. Сегодня я вам показал очень полезную функцию смартфона HTC One. USB-on-the-go. Я показал вам, что можно подключать различные мыши, как проводные, так и беспроводные. Флешки различные, картридеры, клавиатуры, USB-хабы. Я не показал, но их можно подключать, просто у меня в данный момент USB-хаба нет. Если вам понравилось данное видео, и вы узнали для себя что-то новое, не стесняйтесь ставить большие пальцы вверх, подписываться на мой канал и читать меня в Твиттере. На этом всем спасибо за внимание. Пока, до новых встреч!